Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Я приветствую всех, кто нас смотрит, и вот о чем расскажем сегодня. В Алтайском крае теперь можно узнать уровень антител после вакцины от коронавируса. Все ли могут воспользоваться услугой? Отвоевали право на воздух. Город отозвал разрешение на строительство многоэтажного дома между двумя высотками. Безопасный вход, зал для самых маленьких и борьба с возрастными стереотипами. Театр кукол «Сказка» начинает новую жизнь. С каждым днем ситуация с коронавирусом в России обостряется. Центральные регионы постепенно вводят ограничительные меры на массовые мероприятия, посещение фудкордов. В Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. В Алтайском крае пока особо ничего не предпринимают. Между тем, уже можно бесплатно пройти тест на уровень антител после вакцины от коронавируса. Ранее эта диагностика уже появилась в других российских регионах, а теперь пришла и к нам. Все ли смогут узнать уровень своих антител? Расскажем далее. Работает ли вакцина? Волнует всех, кто привился от коронавируса. И пока самый простой способ проверить это – замерить уровень антител в организме. Делают это лишь самые любопытные. Процедура платная. Но с этой недели определить защитную реакцию жители края могут и без финансовых потерь. Гражданину, желающему узнать, выработался у него иммунитет или нет, необходимо не ранее, чем через 42 дня после первой прививки. То есть прививка двухэтапная, как обычно. Однако не все так просто. Сейчас жителям Алтайского края доступны несколько вакцин от коронавируса. Спутник ВИ людям в сайт уже полгода. Два месяца назад появилась эпивак-корона, разработанная в Новосибирске. И чуть позже – ковивак. Так вот, напряженность иммунитета с помощью тест-систем можно узнать лишь тем, кто привит эпивак-короной. Вот у нас есть планшет. Открывать его нельзя. В этом планшете 96 лунок. Три контроля, 93 пробы, можно исследовать. На введение вакцины может быть общая слабость, недомогание, повышение температуры до 38 температуры не сбивает. Эти каши, насморк, аллергические высотания, болезненность, покраснение, отек, вместо постановки инъекций. Три дня прививочку не мочить, алкоголь не употреблять, бани, сауны, физические нагрузки. Все исключительно. Три года. Такие указания дают пациентам в мобильных пунктах. В Барнауле их два. Сейчас конец рабочего дня, так что посетителей почти нет. А в среднем за день здесь бывает по сотне человек для первого укола. Прививая спутником и эпиваккороной. По словам врачей, вторую жители выбирают чаще. Некоторых родственники тяжело переболели, они видели либо соседей. И видя картину у соседей, они не хотят, чтобы у них было то же самое. Ну, чаще всего люди боятся. Ну, если уж совсем откровенно говорить, просто люди боятся и приходят вакцинироваться. Сдать кровь на антитела после эпиваккороны можно в поликлинике, где ставили вакцину. Для этого нужно принести паспорт, СНИЛС и сертификат о получении прививки. Тем же, кто получил препарат «Спутник Ви» или «Кабивак», остается платить за эту услугу. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. А тем временем алтайские ученые запатентовали способ комплексной реабилитации после коронавируса. Автор патента Оксана Курашова прописала таким пациентам ручной массаж грудного отдела позвоночника, циркулярный душ пресной водой, психотерапию и аэро-ионотерапию. И утверждает, что делать это нужно непременно в Белокурихе. В Министерстве экономического развития региона этот факт объясняют лечебной атмосферой в городе-курорте. Там большое количество отрицательно заряженных аэро-ионов, гораздо выше, чем на всемирно известном швейцарском Давосе. В городах края появились лучевые аппараты для лечения онкологии. Об этом рассказали сегодня в Барнауле в рамках российской онкоконференции с гостями из Казахстана. Сейчас мы активно работаем над их введением в строй, в частности помогаем Убийску и Рубцовску. У нас установка суперсовременного скорителя Хальца планируется на первый квартал 2021 года. Помещение готовится, соответственно все будет установлено, все войдет в строй в свое время. По статистике сейчас население Алтайского края больше двух миллионов человек. Из них каждый год онкологией заболевает 11,5 тысяч человек. А еще докладчики обратили внимание, что статистика по так называемой смертности от одного злокачественного образования в России меньше, чем в мире. Ученые не перестают работать над созданием инновационных методов борьбы, и это и обсуждали сегодня гости конференции. Разговаривали в частности об эффективности препаратов, которые способны пойти на пользу пациента с меланомой головного мозга. Наконец-то и на их дворе праздник. Жители двух домов на улице Гущина отвоевали участок земли, на котором застройщик планировал возвести 10-этажное здание. Строительная эпопея длится уже несколько месяцев. И если бы не упорство людей, сегодня бы уже на объекте начались работы. Подробнее расскажет Ирина Корчагина. Большая победа одного маленького двора. На протяжении нескольких месяцев жители двух домов боролись с чиновниками, застройщиками за этот маленький кусочек земли, на котором регионстрой планировал возвести 10-этажное здание. Говорить про абсурдность этого решения мы даже не будем, потому что видно, между домами было бы расстояние всего метров 15. Кроме того, когда люди сюда заселялись, им обещали зеленую зону, детскую площадку, парковку. В итоге жители чуть не получили новых соседей в неприятной близости. Гущина 150-18. Адрес дома, который даже не существуя, навел столько шума. За три месяца борьбы жители успели провести митинг, независимую экспертизу, которая выявила множество нарушений. Собрали подписи, добились встречи с чиновниками, застройщиком и даже закидали яйцами рабочих. По крайней мере, об этом сообщил сам регионстрой. Они ведут себя очень нагло, чувствуют себя хозяинами. Обманули жителей дома. Мы ноль. Мы маленький-маленький ноль. Мы для, по сравнению с вами. Эмоции контролировать нужно свои, предлагаю. Мы же как бы конструктивно общаемся. У нас ситуация критична. То есть, если здесь пойдет кран, кран планируют, чтобы ходил именно здесь. Кран падает не по проекту. Здесь я не знаю, как мы будем жить. Мы будем стоять здесь. То есть, два дома готовы выйти, не давать строительству. В итоге, Комитет по архитектуре, строительству и развитию города отменил приказ о выдаче разрешения на строительство дома. К слову, ранее он его и выдал. Основанием для отзыва стало предписание Краевой градостроительной инспекции, которое было выдано больше месяца назад. При этом, еще неделю назад в телефонном разговоре представитель регионстроя с полной уверенностью сообщил нам, что с 17 июня начнутся строительные работы. Конечно, у людей еще есть опасения, что через несколько месяцев застройщик попытается вернуться на этот объект и начать работы. Но, как нам кажется, уже и застройщик, и чиновники давно все поняли о настойчивости местных жителей. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Этим летом в крае сыграют больше четырех тысяч свадеб. Чуть больше половины из них в Барнауле. Многие пары озадачены не только приготовлением к торжеству, но и составлением личного закона семьи. Брачный договор приобретает все большую популярность в нашем регионе. О плюсах и минусах такой тенденции расскажет Валентина Аскерова. С широкой душой и безудержным весельем большинство свадеб в нашей стране по-прежнему отмечают с размахом, словно в последний раз. Только вот статистика разводов неутешительна. Так, по данным Краевого Минюста, в прошлом году заключили брак 11,5 тысяч пар. Развелись чуть больше 10 тысяч. Из них 66 семей не протянули и года. Как правило, развод сопровождался дележкой имущества с утомительными хлопотами и нервотрепкой. Я была свидетельницей очень многих плохих разводов, когда делят старые побитые машины, делят шторы. Прежде чем связать себя узами брака, жительница Барнаула Екатерина вместе с будущим супругом предусмотрительно решилась на брачный договор. И теперь в случае развода в суде или со скандалом делить имущество не придется. Брачным договором они определили, квартира останется за общими детьми и мужем, которым в свое время подарили недвижимость родители. В жизни бывают всякие ситуации и лучше быть готовыми. Мне кажется, самое страшное для человека – неизвестность. А сейчас, да, я знаю, что в этой квартире мне ничего нет. Это его квартира. И я считаю, что это правильно. Когда имущество имеет отношение только ко мне, оно будет сфиксировано как мое в брачном договоре. Заключение брачных договоров, вопреки всем суевериям, мол, подпишешь, сразу разведешься, становится все популярнее. В 2019 году в Крае на брачные контракты решились почти 3000 пар. В 2020-м уже на 800 больше. Брачный договор, он же регулирует не любовь и дружбу, и взаимоуважение в семье. Брачный договор регулирует имущественные отношения супругов. А сейчас все-таки народ задумывается о том, чтобы заключить брачный договор. Именно для того, чтобы распоряжаться своим имуществом. Брачный договор нередко помогает в случаях, когда пара берет ипотеку, и один из супругов не подходит по критериям банка. Супруги изменяют режим совместной собственности, и тогда ипотека оформляется на более платежеспособного супруга. Нередко заключают договоры бизнесмены, оформляют имущество на жену или мужа, чтобы финансово защитить свою семью от возможных проблем в своем бизнесе. И еще одна категория – настойчивые родители чада, к которому они приобрели жилье. Отметим, брачный договор должен быть обязательно удостоверен нотариусом. И именно нотариус отвечает за то, чтобы договором не были ущемлены права одного из супругов. Нотариус выясняет вашу волю и составит договор, который устроит обоих супругов. Если общее правило говорит о том, что то, что приобретено в период брака за деньги, является совместной собственностью супругов, это вот такой закон, то брачный договор говорит, если это не изменено брачным договором. А брачный договор уже может установить режим раздельный, долевой, либо совместный на какие-то иные виды имущества, собственности по усмотрению супругов, как они договорились. Иными словами, брачный договор – это своего рода личный закон семьи, говорят нотариате. Он помогает двум близким людям договориться по такой важнейшей теме, как имущество, пока они находятся в хороших отношениях, ценят и уважают позицию своей половинки. Брачный договор позволит избежать судебных процессов, А в жизни, как известно, бывает всякое. Как говорят те, кто заключает брачный контракт, они предпочитают жить доверием, а не слепой верой. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. В Барнаульском сквере химиков на этой неделе высадили 8 тысяч бархатцев. Так в администрации города начали бороться с неухоженностью зеленой зоны, на которую жаловались жители потока на той неделе. С более качественной уборкой, тщательным покосом травы и расчисткой территории от мусора пока медлят. Слишком большой объем работ, пояснили в Комитете по благоустройству Барнаула. Чиновники также рассказали, что за сквером на потоке в рамках муниципального задания ухаживают специалисты по озеленению. Они должны следить за санитарным состоянием сквера, косить газон, убирать мусор, чистить урны, тротуары и дорожки. Более 15 тысяч российских детей пострадали в результате ДТП за прошедший год. 475 из них погибли. Для того, чтобы снизить эту статистику, созданы инновационные передвижные центры. Один из таких запустили в Барнауле. Правила дорожного движения не так уж и страшны, если подойти к ним в хорошем смысле по-детски, а здесь по-другому и не получится. В Барнаул прибыла лаборатория безопасности, с помощью которой дети могут в игровой форме изучать ПДД не только в теории, но и на практике. Профилактика детского травматизма очень важна. Профилактика включает в себя как элемент обучения навыкам безопасного поведения на дороге, которые дети должны получить как от родителей в первую очередь, далее в образовательных организациях детских садов, школах и, конечно, от сотрудников госавтоинспекции, от инструкторов по пропаганде, которые также проводят какие-то занятия. Правильное поведение на дорогах даже со стороны самих пешеходов уже может предотвратить аварию. По официальным данным, за прошлый год в Крае произошло 361 ДТП с участием детей. Раненые оказались 383 ребенка. 8 погибли. Чтобы снизить статистику в Крае, запустили проект лаборатория безопасности. Проще говоря, это автобус, внутри которого самокаты, велосипеды, конусы, макеты городской среды. От формата лекции инспекторы переходят на интерактив. И вот как раз с помощью такого комплекса мы можем повышать культуру поведения на дорогах детей, повышать компетентность педагогов, чтобы они, в свою очередь, обучали детей этим основам безопасности дорожного движения. И, конечно же, родители, которые в первую очередь ответственны за жизнь и безопасность детей на дорогах. Причем пройти такое обучение смогут не только дети Барнаула. Лаборатория безопасности на то и есть автобус, чтобы объезжать районы края. Расписание озвучат позже. На интерактивные уроки ждут всех желающих старше пяти лет. Валентина Аскерова, Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Московские гастроли Алтайского театра драмы открыл губернатор края Виктор Томенко. На сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова накануне вечером показали спектакль по мотивам рассказов Василия Шукшина. По словам губернатора, совершенно естественно то, что гастроли Алтайского театра начинаются со спектакля Шукшина. Алтайский край, родина писателя, режиссера, актера Василия Макаровича. Также Виктор Томенко напомнил, что в этом году Алтайский краевой театр драмы, как и Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, отмечает 100-летие. Поэтому такой обмен опытом и традициями очень важен как для нашего региона, так и для столицы. Роль Шукшина огромная сейчас. Было бы, если бы он продолжал работать. И вот то, что театр это делает, это очень хорошо. Безопасный вход, современная система оплаты, зал для самых маленьких и борьба с возрастными стереотипами. Новый сезон в театре «Кукол сказка» точно начнут по-другому. Сотрудники уже привыкают к обновленному зданию. В нем проходят репетиции, на которых побывала Маргарита Гартунг. По левую руку от меня главный вход. Через эти двери будут зрители к нам попадать. Пока видами любуются только сотрудники сказки. Уже несколько недель репетиции проходят в новом здании. А репетирует премьерный спектакль «Паша» по мотивам рассказа Павла Силукова. Кстати, за него взялся белорусский режиссер, обладатель «Золотой маски» Александр Янушкевич. Признался, что даже немного завидует барнаульцам. Построить в наше время вдруг для детей, для взрослых театр с нуля – это прям событие раз событие. Это очень радует и даже занятно. По-доброму. По технической части новый театр не уступает известным европейским театрам кукол, признают сотрудники. Для нас провели небольшую экскурсию. Изменился зал, сцена и начинка. Здесь нам удалось достигнуть идеального звука и света. Новые звуковые установки, современные пульты и микшеры. Обновления и вне зала. На входе будут металлоискатели, кассовый аппарат для безналичной оплаты. А сам театр сможет принимать всех зрителей. Все условия для приема зрителей с ограниченными возможностями здоровья. Есть лифт для поднятия на второй этаж. Есть специальный навигатор. Кстати, этот зал тоже новый. Называется он «Театр на подушках». Детки будут рассаживаться на подушках. Если ребенок устал, он может вытянуть ножки, он может полежать. Вот такие двигающиеся у нас герои, как вот такие планшетные, так вот уже и мы видим куколок. Новое здание, оно, конечно же, вдохновляет нас на внедрение смелых, прогрессивных каких-то проектов, на работу с разнополярными, разноплановыми режиссерами и художниками. И, конечно же, нам хочется, чтобы наш зритель был, это не только дети, это и подростки, это и молодежь, приходящая на авангардные постановки. Уже совсем скоро здесь покажут четыре новых спектакля, два из которых с возрастным рейтингом 16 и 18+. Кстати, в 70-х сказки были постановки для взрослых, а сейчас здесь собираются покончить с возрастным стереотипом. Новый театр кукол «Сказка» начнет свою работу с 1 сентября. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов, День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит, и не только по телевизору, но и в социальных сетях, и на YouTube. Телефон нашей редакции 205-545, обязательно звоните. Ну а далее о погоде. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова